Поздно вечером в субботу 30 сентября по местному времени президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине. Так вот, цитата, мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Давайте вместе разберемся в этой ситуации, в ситуации, которая сложилась в США, как она повлияет на поддержку Украины, повлияет ли, с Андреем Веселовским, советником директора Национального института стратегических исследований. Андрей, здравствуйте. Приветствую вас. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, помогите нам разобраться в том, что сейчас происходит в США и как оно влияет на поддержку Украины. Вот принятие этого финансирования в течение 45 дней правительства без поддержки Украины. Что это означает и действительно ли финансовая помощь может существенно сократиться, либо вообще ее может не быть? Ни в чем нельзя в отделении властей в США, чем в утверждении бюджета страны на год вперед. Это происходит всегда в серьезном противостоянии между Конгрессом, то есть парламентом и президентом. В данном случае мы имеем ту же самую ситуацию. Конгресс, в котором в Палате представителей, а она ответственна за принятие бюджета, в первую очередь доминирует республиканцы, а президент демократ. И вот они спорят, что лучше какие статьи убрать, какие сократить и прочее. Если же не происходит этого утверждения бюджета к первому октября, то есть к началу нового бюджетного года, то федеральное правительство остается без денег. То есть вся государственная машина перестает функционировать. Частные предприятия работают, но все остальное замирает. Если бы это противостояние наблюдалось и вот сейчас, в этом году, демократы во главе с Байденом и их поддержка в Сенате и в Палате представителей предлагали одни статьи сократить, а другие расширить. Республиканцы стояли твердо против. И вот получилось так, что если бы они не нашли какого-то согласия, то федеральное правительство перестало бы функционировать. И значит, все программы, которые оплачиваются федеральным правительством для Украины, тоже замерли бы. В этих условиях нужно было найти какой-то компромисс. Компромисс был найден следующим образом. В статье помощи Украине, речь идет о 24 миллиардах долларов, в разных, там есть разные отделы, и гуманитарные, и военные, и так далее, и технические. Вот эта статья отдельная. И также некоторые другие статьи, по которым были споры, они не касались Украины. Вот эти статьи мы выводим сейчас за рамки нашего соглашения, сказали республиканцы-демократам, а проголосуем их отдельно. А тем временем мы согласовали временный бюджет, который обоим партиям подходит, и он будет действовать в течение 45 дней. Этот временный бюджет был проголосован, он действует 45 дней, начиная с 1 октября, то есть до 15 ноября должен быть согласован уже окончательный бюджет. Этот утвержден и добавлен. В эти 45 дней президент Байден, а также Сенат и значительное количество республиканцев сообщили, что они желают в течение этих 45 дней проголосовать вот те недостающие статьи, о которых шла речь. Таким образом, сейчас помощь Украине продолжается, есть все шансы на то, что вот эти дополнительные деньги, о которых я сказал, будут тоже проголосованы, и таким образом для Украины ничто не прервется, и самое главное, Соединенные Штаты будут функционировать как нормальное государство. Вот что, собственно говоря, произошло. Ну да, действительно, это так. Знаете, Андрей, я в дополнение вашей вполне логичной мысли процитирую представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко. Ну, во-первых, заявил, что ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. И, во-вторых, отмечается, что вот тот самый шатдаун американского правительства мог бы иметь негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины. Но все-таки скажите, пожалуйста, вот эти 45 дней, мы прекрасно понимаем, что после их истечения последует решение, важное решение. Как вы думаете, эти 45 дней, насколько они будут сложными, и в итоге все закончится позитивно для нашей страны? Хотелось бы верить, что именно позитивно. В то же время есть некоторые факторы, которые могут этот позитив приблизить. Ну, во-первых, завтра, 2 октября. Сегодня. Сегодня, 2 октября. Начинается судебный процесс по поводу мошенничества на президента Трампа. Есть все данные, что этот процесс закончится отрицательно для Трампа, и, собственно говоря, его политический вес, его политическое влияние каким-то образом уменьшится. То есть, трамписты в стране и в Конгрессе ощутят какие-то потери, а, соответственно, демократам будет легче. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что и украинский политикум мог бы где-то так более активно включиться во всю эту историю. Многие республиканцы в Конгрессе заражены такими лозунгами популистскими, типа «Мы не дадим денег Украине, значит денег больше останется для наших детей, для наших дорог, для наших пенсионеров и так далее». Лозунги абсолютно популистские, потому что то количество военных заказов, которые получает сейчас промышленность Соединенных Штатов от правительства, и идут эти военные заказы на Украину, она дает колоссальную прибыль, которая во много-много раз больше, чем, скажем вот так, экономия 300 миллионов долларов для Украины. И таким образом и пенсионеры, и дороги, и дети все были бы более счастливы. Это во-первых. Во-вторых, только подумать себе, что может произойти, если, скажем, Украина будет терпеть поражение на фронтах. Тогда, очевидно, Российская Федерация будет двигаться дальше, и Соединенным Штатам придется вмешиваться во много раз в больших масштабах. Что можно делать в этой ситуации? Ну, во-первых, четко объяснять все это американским избирателям и американским депутатам. Мне кажется, вот вы заметили, наверное, в последнее время, много конгрессменов, сенаторов приезжали в Украину от обеих партий. Для того, чтобы лично убедиться в том, что здесь делается, не крадутся ли, скажем так, американские деньги, неправильно ли используется вооружение, я не слышал в последнее время, чтобы наши депутаты ездили в Соединенные Штаты. И там разговаривали с обеими палатами Конгресса. И там объясняли. Причем у нас сейчас достаточно много англоязычных, сильных, ярких депутатов. Это надо делать. Точно так же надо активнее выступать в американских медиах. Тут много дел, много работы, но это не означает, что депутаты не могут оторваться, другие государственные деятели не могут оторваться и не помочь в этом смысле. Потому что самое главное – это донести вот эти простые вещи. Защита Украины сегодня для Соединенных Штатов является приоритетом, потому что через эту защиту Соединенные Штаты усиливаются сами, как авторитет в мире, во-первых. А во-вторых, ослабляется самая, скажем так, критически нестабильная и агрессивная страна – Российская Федерация. Ослабляется Российская Федерация, ослабляется напряжение в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Таким образом, Украина получается где-то таким, знаете ли, заколдованным камнем. Если ты не помогаешь Украине, ты не помогаешь сам себе, ты не помогаешь всему миру. Поэтому вот эти 45 дней, они важны. И надо стимулировать наших друзей, и надо переубеждать наших противников в Соединенных Штатах, что нам надо помогать. Ну, надеемся, что визит, который нанес Владимир Зеленский с делегацией своей накануне, когда это было, неделю назад, две, так время быстро летит. Да, время быстро летит. Да, да, да. Конечно, да, личный фактор важен. Но в то же время, знаете, когда, скажем, украинский депутат разговаривает с американским в кулуалах Конгресса, это не менее важно. Иногда американским конгрессменам публично неудобно поддержать Украину, потому что, опять-таки, кто-то дома скажет, почему Украина, почему не штат Алканзас? А если это делается в кулуарах, если это делается методично, если это делается регулярно, и разными депутатами, и женщинами, и молодыми, и старыми, и теми, кто был на фронте, а мы знаем, что многие депутаты сейчас пребывают на фронте, то это действует. А американский депутат в этом смысле очень человечный человек. Он, конечно, держится своей партией, своей политической группой, но в то же время он ответственный, поскольку он ответственный перед избирателями, серьезно ответственный, он чувствует эмпатию, он понимает эту необходимость. И с этим надо работать. Да, с этим нужно работать, действительно. Андрей, мы вам очень благодарны за беседу, вы очень четко все объяснили, и, на самом деле, верим, что после этих 45 дней будут, на самом деле, приятные и позитивные новости. Андрей Веселовский, советник директора Национального института стратегических исследований, присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо большое. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.